Всем привет, ребята! Мы продолжаем играть в секрет Генри. Кстати, игра предложила мне пройти спин-офф, а потом она сообщила мне, что я не могу его пройти, так как у меня еще не пройдена седьмая глава. Ну что ж, очень жаль, мне было бы интересно посмотреть, что же произошло с Лайлой на прошлое Рождество. Ну что ж, давайте продолжим то, что у нас есть. Глава четвертая. Чувства. Отныне Генри проводит намного больше времени с нами, чем в одиночестве. Конечно, ему иногда нужно побыть одному, но это происходит все реже и реже. Думаю, теперь ему более комфортно с нами, и он наконец понял, что с ним не скучно. Дни в лицее проходят очень быстро, мы хорошо проводим время вчетвером. Ах, вижу, что Гик нашел добродетелей. Что с тобой не так, Джессика? Все в порядке, и я всего лишь заметила, что вам настолько жалко этого парня, что вы решили подружиться с ним. Как это трогательно. Это очень мило с вашей стороны, заниматься гуманитарной помощью в лицее. Перестань нести бред, Джессика. Генри наш друг, ты его даже не знаешь, и... Генри прерывает Джасмин, вставая перед Джессикой. Она кажется такой маленькой по сравнению с ним. Он такой высокий. Он полностью ее игнорирует. Я бы даже сказала, что это презрение. Мне не особо хочется обедать сегодня в лицее. Может, пойдем сегодня в другое место? Там будет меньше паразитов. Я чувствую, что Джессика пытается что-то сказать или сделать, но широкие плечи Генри превращают это в пустую трату времени. Точно, чувак. Джессика кладет руку на Генри, чтобы он повернулся. Эй, отодвинься! Генри поворачивается и встает к ней лицом. Он стоит очень близко к ней и смотрит на нее сверху. На его лице читается презрение. Тебе что-то нужно? Я вижу, что Джессика удивлена. Он заговорил с ней в первый раз. И тон, которым это было сказано, не оставляет возможности ответить. До того, как она обретает дар речи, он поворачивается к нам. Я бы не отказалась пойти в маленькую кафешку в трехстах метрах отсюда. У них очень вкусные сэндвичи. Мне подходит. А вам? Хм, да. Обожаю эту кафешку. Я съем все, если будет кетчуп. Мы уходим, забыв о присутствии Джессики. И это хорошо. Я решаюсь еще раз посмотреть на Генри. Он идет впереди с Клемоном. Я слышу, как они смеются и шутят. Кажется, его не обидело замечание Джессики. Эта девчонка просто отвратительна. Генри очень хорошо вышел из этой ситуации. Каждый день он все больше и больше удивляет меня. Мне кажется, или он выглядит выше, чем обычно. Здорово, что мы пообедали в этой кафешке. Да, было здорово немного проветриться. Мы сидим на уроках целый день. Свежий воздух всегда идет на пользу. Внезапно мы перестаем слышать слова Жасмин из-за шума ссоры. Все, оставьте меня в покое. Я узнаю спортивку номер два, того, которым я показала свой мастерский прием. Он стоит в окружении двух девчонок и парня, которые кричат на него. Что он опять натворил? Наверное, он испробовал свою технику кадрения. «Эй, мадемуазель, ты такая милашка!» И это обернулось против него. Может, это послужит ему хорошим уроком? Я пытаюсь понять, что происходит. Я осторожно подхожу. Я только что сказал, что не смотрел на твою подругу. Я всего лишь проходил мимо, чувак, успокойся. Думая, что ты так просто отделаешься, я уже видел, как ты со своими отстойными приятелями пялились на все, что проходит мимо. Мы видели, как ты на меня пялился. Я не знаю, я не помню. Мне плевать на твою подружку. Меня интересуют только свободные девчонки. Понятно, что парень, который на две головы выше спортивки номер два, хочет выпиндриться перед своей подружкой. Вообще-то, спортивка номер два в деликатной ситуации. Лайла? Даже не думай об этом. Напоминаю, что это тот парень, которого ты приперла к стенке, когда ты помогала Генри. И что? Что это меняет? Ну, он придурок. Ты же видела его последний раз в городе. Да. Но на этот раз у него действительно проблемы. Даже если он и глуп, это не причина, чтобы так колотить его. Я снова концентрируюсь на сцене. Обстановка накаляется. Теперь недовольный парень держит спортивку за воротник и во футболке. Он начинает сильно трясти его. Максимум сорок два килограмма спортивки не облегчают ни его участь, ни мою. Недовольный парень поднимает руку и дает пощечину спортивке. Я в шоке. И в гневе. Он поднимает руку для второй пощечины. Эй, все, хватит, отпусти его! В очередной раз мой мозг отключился, я бросилась в бой, не подумав. У меня стучит в висках. Я слышу в ушах биение своего сердца. Ты кто такая? Лайла. А ты? Он озадаченно смотрит на меня? Какая тебе разница? Ээээ... Я не могу ему сказать, что это для того, чтобы выиграть время. Это... Это мой друг. У меня не очень уверенный голос. Судя по его габаритам, мне будет не так легко показать ему мой прием. Он сказал тебе, что ничего не сделал. Не надо его так бить. За кого ты себя принимаешь? Эй, дебилы, не стоит ее недооценивать. Это Вондервумен. Клеммон подходит ко мне. Я уже видел ее в действии. Это не очень приятное зрелище. Генри встает с другой стороны. Он знает кое-что об этом. Он показывает подбородком на спортивку номер два. Тот ничего не говорит. Жасмин подходит к нашей группе супергероев. Я ничего не умею делать, но я умею громко кричать и звать полицию. И вы думаете, что вы меня напугали? Эй, Дилан, что ты делаешь? О, чувак, привет, Грегори. Что здесь происходит? Ты знаешь этого парня? Да, это мой приятель. Что-то не так? Нет, все в порядке. Да, чувак, все нормально. Грегори сильно хлопает его по плечу. Это якобы дружелюбный, но полный намеков хлопок. Да, все в порядке. Дилан весь красный от стыда и гнева. Ну пошли, мы тебя уже давно ждем. Пока, Грег. Энзе и Дилан уходят, даже не посмотрев в нашу сторону. Генри, вот видишь, что происходит, когда ты приходишь кому-то на помощь, а этот человек от всей души благодарен. Клемон прыскает со смеху. Забудь, Генри. Важно то, что он не пострадал, так? Да, кажется, он был в полной лаже. Это было непредусмотрительно с твоей стороны? Да, но... Нам повезло, больше не играю с этим, когда ты одна. Какой авторитет? Нет смысла отвечать. В любом случае, я всегда останусь непонятой в подобных ситуациях. Наконец-то! Этот день в лице и подходит к концу. Но сегодня вечером работа, работа, работа. Генри стоит у двери, он ждет меня. На этот раз мы будем работать над докладом у меня. Идем? Да, пошли. Преимущество работы над докладом с Генри заключается в поездках на машине. Не нужно ехать на автобусе. Эээ, Лайла? Я поворачиваюсь и сталкиваюсь лицом к лицу с Диланом. Кажется, что он смущен, но хочет со мной поговорить. Да. Ну, вот, эээ... Спасибо. Генри ничего не говорит. Если бы ты не вмешалась со своими друзьями, меня бы пришили. Тем более, что в этот раз я ничего не сделал. Все в порядке. Мы бы не позволили причинить тебе боль. Казалось, что Дилан искренне благодарен. Он поворачивается к Генри. Эээ, чувак, извини за прошлый раз. Мы всего лишь хотели немного поприкалываться с парнями. Это было не очень круто. Пожалуйста. Так, ну, пока... Мы быстро садимся в машину. Генри сидит неподвижно в машине. Он в задумчивости. Наконец, он поворачивается ко мне. Его мучает вопрос. Как ты это делаешь? Что? О чем ты? Этот парень даже извинился передо мной за то, что напал на меня в коридоре. Под твоим воздействием из гордого петуха он превратился в мягкого барашка. Он просто был благодарен. Ты пришла ему на помощь, хотя чуть не подралась с ним на прошлой неделе. Ну и что? К чему ты клонишь? Если сегодня он благодарен тебе, это не значит, что однажды он не повернется к тебе спиной. Ты никогда не опасаешься подобных вещей? Я не знаю. Я не задаю себе вопросов. Я доверяю ему. Вот и все. Но... Я думаю, что ты слишком осторожен с людьми. А я думаю, что ты слишком наивна. Может быть. Ты осознаешь, что ты часто будешь разочаровываться? Ты слишком ко всем добра. Меня это не особо напрягает. Кажется, что Генри удивлен. Ты знаешь, я уже разочаровывалась несколько раз. Это не послужило тебе уроком? По-видимому, нет. Я нахожу много позитивного в доверии к людям. Это позволяет мне жить насыщенной и интересной жизнью. А если бы я относилась с осторожностью ко всем людям, в моей жизни ничего бы не происходило. Если не рисковать, то с нами точно ничего не случится. Ни плохого, ни хорошего. Мне это кажется скучным. То есть ты предпочитаешь сразу же доверяться людям, несмотря на риск разочарования или предательства? Ты быстро схватываешь. Мама, папа, я дома. А, моя дорогая, у тебя был хороший день. Ох, наверное, ты Генри. Проходи, мой мальчик. Здравствуйте, месье. Они пожимают друг другу руки. Опять он. Генри тихо смеется. Я тоже рад снова тебя видеть, Алекс. Черт, он знает, как меня зовут. Алекс, перестань грубить, пожалуйста. Ты выглядишь таким глупым. Не мог бы ты раз в жизни побыть нормальным. Это его физиономия. Я не могу вспомнить. Алекс подходит к Генри. Извинения, это еще не все, чувак. С этими словами он выходит из гостиной, чтобы укрыться в своем логове, включив музыку на всю катушку. Пойдем работать в мою комнату? Эээ, вдвоем в твою комнату. Ах, да, папа. Мы не будем валяться голышом на кровати. Мы всего лишь будем заниматься. Мне нужен мой компьютер. Он в моей комнате. Генри идет за мной в небольшом смущении. Когда мы выходим из гостиной, я решаю подлить масло в огонь, чтобы немного позлить папу. Генри, я жду тебя под одеялом. Ха-ха-ха, если бы я только могла видеть выражение лица моего отца в этот момент. Генри, воспринимающий все буквально, резко поворачивается. Широко раскрытыми глазами он смотрит на моего отца в другом конце коридора. Нет, но это не то, что... Лайла? Ты с ума сошла? Меня чуть не убил твой отец. Ээээ... Что бы он с тобой сделал? Да, но он не тебе пожал руку. Знаешь, думаю, что я очень хорошо понял его сообщение. Он говорил это, разминая себе руку. Упс, папа решил его устрашить, слишком сильно пожав ему руку. Я прекрасно видела, что он зря волновался. Я всего лишь хотела немного пошутить над ним. Он привык. Он должен знать, что я ничего с тобой не буду делать. Что именно? Ну, мы не встречаемся, это же видно. То есть твой отец не должен беспокоиться только потому, что мы не встречаемся? А что, ты собираешься что-то со мной сделать? Мое сердце резко в пятки ушло. Не особо. Кажется, что мое замечание абсолютно не вывело его из равновесия. Но почему твой отец не может так подумать? Я не знаю, к чему он клонит, но я чувствую, что попаду в просак. Он уже видел тех немногих парней, с которыми я встречалась. Лайла, закрой свой рот, ты сейчас наломаешь дров. И? И что? Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала? Я не знаю, тебе виднее. Он выводит меня из себя. Какие были те парни, которых видел твой отец? Они были красивые, крутые парни, не такие, как ты. Ну вот, ты доволен? Это то, что ты хотел услышать? Браво, Лайла, это лажа. Красивая, великолепная лажа. Да. Черт. Это его задело. Генри, это не то, что я хотела сказать. Я знаю, но это сказано. Это правда. Ты полная противоположность двух парней, которых я приглашала сюда. Я сажусь на кровать. Генри остается стоять. Он действительно обижен? Марк и Эттон в итоге были достаточно похожи друг на друга. Посмотрите на меня. У меня столько друзей. Я так красив и остроумен. Надо признать, что тебя не окружают толпы друзей. Я не знаю, что сделать, чтобы загладить мой промах. Это правда. Генри абсолютно не в моем стиле, но... Но... Но тогда что? Это значит, что мне остается красив и остроумен? Он умеет подшучивать надо мной. Он улыбается мне. Я смотрю прямо в его глаза. Похоже, что да. Я в первый раз вижу подобную реакцию у Генри. Правда, было не очень тонко с моей стороны намекнуть ему, что он недостаточно красив, чтобы быть моим молодым человеком. Начнем? Он устраивается рядом со мной и достает из сумки свой ноутбук. Я уже начал кое-что писать на основе того, что мы уже сделали вдвоем. Хочешь почитать? Конечно. Он протягивает мне свой компьютер. Я читаю. Впечатляюще! Он уже хорошо продвинулся в работе. Ты так здорово пишешь. Спасибо. Я продолжаю чтение. Он действительно очень хорошо пишет, как настоящий журналист. Ты уверен, что ты не скопировал это из интернета? Он смеется. Нет, я следовал инструкции не копировать, а писать самостоятельно. Это очень профессионально. Я заканчиваю читать, отодвигаю компьютер и поворачиваюсь к нему. Чем бы ты хотел заниматься в будущем? У тебя есть идея, кем бы ты хотел стать? Генри проводит рукой по волосам. Он смущенно улыбается. Мне бы хотелось писать. Кажется, что ты говоришь это в первый раз. Так и есть, ты права. Ох, тогда это для меня честь. Он смеется. Можешь так сказать, да. Он говорит мне это с улыбкой. Я хочу знать больше. Что именно ты хочешь писать? Романы, научную фантастику. Это было бы здорово. Круто. Ты уже что-то начал писать? Да. Но я никогда никому не давал читать. Ох, а я только хотела спросить у тебя. Могла бы я почитать один из твоих романов? Может быть, кто знает. Но пока я недостаточно доволен своей работой, чтобы показать ее. Если ты так будешь рассуждать, то никогда не напишешь ничего хорошего. Тебе нужно начать. Я с удовольствием буду твоей первой читательницей. Это очень мило с твоей стороны. Он улыбается мне, не отводя глаза. Только Генри умеет так смотреть на меня. Я не знаю почему, но это выводит меня из равновесия. Мы приступаем к работе. Каждый работает на своем компьютере. Хм, мне нужен твой совет. Да. Он поворачивает свой экран ко мне, и я сажусь рядом с ним на кровать. Я не уверен по поводу этого абзаца. Я начинаю читать. Вдруг у него начинает вибрировать телефон. Блин, извини, я должен ответить. Он поднимается и направляется к двери. Я могу поговорить в коридоре? Ээээ, да, да. Он отвечает. Я не успеваю ничего услышать из разговора, кроме первых слов. Ничего себе. Ему звонит англичанин или американец. Я ловлю себя за созерцанием в течение нескольких секунд закрытой двери в мою комнату. Давай, Лайла, за работу. Кажется, что с организацией у него все в порядке. Все, что он сделал, записано в его тетради. У него не очень красивый, но старательный почерк. Ни одного исправления, ни одной ошибки. Кажется, что он все подчеркивает по линейке. Я беру компьютер Генри и продолжаю чтение. Ой, неожиданно появляется уведомление. Физиотерапевт завтра в 18 часов. Сдача крови в 19 часов. Неужели у Генри действительно проблемы со здоровьем? Неужели Энзе был прав? Я уже забыла про эту историю. Сдача крови и физиотерапевт. Интересно, что с ним? Это меня не касается. Рррр, но все-таки мне бы хотелось знать.